Доброе утро! Всё как стабильно. Восемь утра. Я уже в форме, как будто на спорт заниматься. В общем, сейчас вот выгляжу я так. Сегодня ровно сорок недель. Happy New Day, my baby! Сорок недель! Сорок недель наша под сердцем малышонка. Он такой прям сейчас... Я только что посмотрела фотографии с прошлой недели. Вот здесь меньше было, и вот здесь меньше было. А сейчас он прям как шарик. Если раньше вот как-то форма вот так шла, то сейчас просто как пузырёк. Вы просто посмотрите. Вообще сорок недель, слава богу! Ну, как я изначально думала. Вот когда я забеременела, то я сразу поняла, что... Ну, не поняла, а просто подумала. Наверное, я снова буду перенашивать. Как я с Натынилом. Ну, вот. Уже сорок недель. Посмотрим, как долго мы ещё будем носить нашего малышонка. Но так, конечно, не терпится его увидеть. Какой же он светленький или тёмненький. Да. Кстати, у меня растяжек нет. Вообще ни одной растяжки. Так же само, как с Натынилом. Потому что я использую кокосовое масло. Кокосовое масло. Вот так, если что, животик смотрится. Я использую кокосовое масло постоянно вот прям вот так вот намазываю. И здесь, и вот прям здесь. Всё промазываю прям вот так, обильненько. Покупаю масло. Или в Омарте, или обычной Трейдер Джоус. Так что использовалась Натынька. Не знаю, помогает это или не помогает. Но то, что у меня не чешется, это уже мне помогает. То, что растяжечек нет. Может, это или генетически, или это тоже помогает. Вот. Что-то ещё хотела сказать. А, вес стоит такой же самый, как и на прошлой неделе. Или на 0,2 поднялся. Или вообще точно такой же самый. Аппетит вырос. Кушаю, хочу постоянно кушать. Так что кушаю. Что-то ещё хотела сказать. Уже и забыла. А, бандажик. Бандажик не ношу. С Натынила беременностью. Носила постоянно. Поддерживала животик. Но, не знаю, эту... Ой, прям сейчас, прям здесь. Прям уже. Крутится, вертится. Всё, верится. Вот тут ножки у него всегда. Вот. Вот здесь, с этой стороны. Ножки постоянно. А у меня полосочка, кстати, вот здесь. Отсюда прям идёт. Аж до низа. Как и с Натынилом была. Ой, дикой, дикой, дикой. Вот бандажик. Эту беременность вообще не ношу. Носила поначалу. А потом он как-то мне начал, не знаю, давить, не давить. Ну, в общем, не те ощущения были, как в прошлый раз. И я прям аж думаю, ну всё, бандажик спасает от растяжек. Как же так? Как же я буду сейчас ходить, бегать? Спина не болит, потому что я на вот этот ролике, которым я показывала, спинку прокачиваю периодически. И животик очень хорошо и поддерживает сам по себе женский организм. Он вообще просто гениальный. Господь создал женщин какие-то сильные-сильные. Привет, человек. Привет. Я слышала по будильник. Папа тебя посадил на горшочек, да? Да, сыночек? Тебя папа посадил на горшок? Да? И ты такой молодец. Ты такой же молодец. Сейчас я вам даже вот покажу фотографию. Вот, смотрите. Это 39 недель. Это 40 недель. Это сегодня. Это Натаню. Вчера сам сфотографировался. А я её не удаляю. В общем, 39 недель. 40 недель. 39, 38. Да. Видно. Вот видно 38, 39 уже видно. А 40 тем более видно, что разница. Я стараюсь специально в таком же самом костюме фотографироваться. И в том же самом ракурсе фотографироваться. Вот такие вот дела. Носим. Очень хорошо я себя чувствую. Совсем не чувствую, что я буду рожать. Я могу и приседать, и ногами дёргать. И могу и вообще бегать, прыгать. Но вообще очень прекрасно себя чувствую. Беременность проходит так же самое, как с Натанилой. Поэтому я думаю, что я так чувствую. Может быть, я ещё недельку похожу. Да, 41 недели. Ну, только бог знает. Но я чувствую себя очень прекрасно. И не чувствую, что прям, ой, всё, завтра роды. Поэтому, ну, посмотрим. Роды что такое. Вот так раз, и начались. Это я чувствую сейчас отлично. А что будет уже вечером, кто знает. Так что буду вас держать в курсе с малышонком. Всё. А ну-ка, скажи, про... Подожди, подожди. Смотри, на ротик, мам. Прости. Не, подожди. Прости. Прости. Ну, не опи. А ты всегда говорил прости, это опи. А надо говорить прости. 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 Володец. Володец. Володец, володец, володец. А скажи, пожалуйста. Пожалуйста. Ещё раз скажи, пожалуйста. Пожалуйста. пожалуйста пожалуйста это прости а пожалуй прости а 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 и а это м а а Сейчас пойдем? Будем кушать готовить? Идем, и ждем. Пойдем кушать. В общем, мы сейчас будем с Натенилом готовить вкусняшку, да? Будем делать картошку тушеную. С перцем болгарским, лук, морковка, да? И курочка. И ты рисуешь. Покажи, как ты рисуешь. Как же тебе нравится, да? У нас три таких разного стиля. Разукраски, да? Они водичкой рисуются и проявляется картиночка. А на русалочку давай. Натенил даже не смотрел мультики эти. Поэтому для него это просто. А нарисуй, а разрисуй, пожалуйста, рыбку. Какого цвета рыбка? А ну еще, еще. А здесь порисуй что-то. Посмотри, здесь есть кто-то? Нет? А здесь? Ого! Какой хвостик зеленый! Молодец! В общем, Натенил тут будет рисовать. Я буду хозяйничать. Поставила сейчас все на defrost. На размораживание. Кусочки мяса хочу разморозить. Потом я размораживаю фарш куриный. И фарш какой-то там чай с феной, чай говяжий. Ну, короче, в общем, я смешаю. Еще и котлеты экстра сделаю. Потому что мужчинам нужно побольше мяса. Худо? Да. Я тут только так хорошо поспала. Я уже второй день просто днем сплю. Наверное, мой мозг осознает, что скоро вообще-то придут роды, и нужно набираться сил. Хотя я знаю, что человек не может набраться сил наперед. Он только восстанавливается с предыдущих разов. Но я спать уже давно не спала днем. Но вот так вчера я... Так, я думаю, надо, наверное, поспать. Заснула, поспала час. Сегодня тоже так поспала. Натанил поспал 2.06. Я поспала часики. Мне так доброе. Так доброе. Так что все-таки классно высыпаться. Отсыпаться. Значит, моему организму нужен был сон. И рестарт. Даже чуть-чуть такой коротенький. Вот такие, короче, дела. Вот, будем его готовить. Мама? Да, моя хорошая? О! Ты маме лук помогаешь чистить? Да. О, мама картошку чистит. А ты решил лук взять? Да. Ты такой маме помощник. Скажи, лук. Нет. Скажи, лук. Ты хочешь лук в воду положить? Вот так. Вот так? Давай руку выложим. Давай. Да. Морфорка. Морфорка. Не-не-не. Не надо. Ее надо почистить вначале. Потом мы ее потрем. Потом ее пож... Нет-нет-нет. Рисуй, давай. Пока мама картошечкой занимается. Давай, ты пока порисуй. Последнюю картошечку сейчас. Почистит. И все. И все. Морфорка. Морфорка. У нас же нету праздника никакого, да? Мы только одни. Да, мы. Осы. А еще будет перчик болгарский. Мы добавим туда, да? Будет смочеча. Уже будет больше. Так. Что нам нужно? В общем, картошку я уже почистила. И куда ты лезешь? Лезем. Лезем. На плиту. Лезем. Ого, сыночка. Ну, аккуратно. Аккуратно там, микроволочки. Разморозилась мясо? Да. Да? Разморозилась? Нет. Давай посмотрим. О! О, да. Еще не очень разморозилась. И это не очень. Вот парчик разморозился, но не полностью. Нет. Давай еще поставим. Давай. Нет. Давай, закрывай. Подожди. Да нет, не старт. А вот defrost. И ставим на 5 минут. А теперь давай старт. Да нет. Defrost. 5 минут. Вот эту кнопочку. Вот, молодец. Все, слайс. Давай, чтобы меньше тут излучения было. Ням-ням. Ням-ням. Будем кушать. Мы любим кушать, когда еда готовится в инстант-пад, да? Скажи, так очень быстро. Делал заготовки, поставил. И все. Да? Ну что ты гладкий, Симаша? Опять слезки? Это лук. Синочек, это лучок. Ты, если что, слазь на пол. Иди на пол. Иди на пол. Иди кивасику. Ай-яй-яй-яй. У тебя уже печет? Да. Или это ты рассказываешь, как было перед этим? Как у тебя пекло, ты рассказываешь? Или как печет? Сейчас? Да. Сейчас печет? Нет. Что, надо умыть личико? Нет. Я уже картошку начистила, уже перец болгарский бросила, мясо. Сейчас у меня шарится морковка с луком. Нет, это нельзя делать. Только посмотрите, залез на стул, принес свою сковородку. Сыночек, достал отсюда, достал отсюда себе. Лопаточку. И готовит. Ну что это за мальчик такой? Ну что это за мальчик такой? Захотела я чего-то сладенького, чтобы также наша семья покушала каких-то печенек. Нашла в пентри. У нас есть gingerbread. Можно сделать кейк или куки-микс. В общем, здесь есть вся инструкция. Я буду делать печеньки. И нам понадобится только 1 четвертая чашка воды и 3 tablespoon of butter. Вот. Очень классно то, что на маслах, вот у нас масло butter sticks есть. И вот тут прям пишут 1 tablespoon, 2, 3. Вот так отрезано себе и все. Нужно его разбавить с водичкой. И все, и перемешайте идеально. И мы сейчас, я поставлю выпекать сразу и печеньки будут. Уже поставила картошку в инстанпад. На 20 или 25 минут, уже не помню. Сейчас сделаю gingerbread cookies. И потом, я думаю, еще все-таки уже достала муку. Не буду делать котлеты. Буду делать налистники с мясом. Уже ж мясо уже сделала. Налистники буду сейчас делать. Короче, дел у нас много. Смотрите. Торчит. Опа, спрятался. Теловек-теловек. Ой, тут прям ноженько его. Ля-ля, сынотик. Уже Алекс пришел с работы. Ой, хорошо-то как. Все, ушел. И все, она тут стоит. Жабонька, привет. Теловек-теловек. Покажись еще раз. И ждет, какой человек родной. В общем, уже давненько я хотела налистники сделать с мясом, с фаршем. То как раз я сделаю. Думаю, останется у нас еще. То может быть, я их даже и заморожу. Когда рожу, чтобы у нас еще чуть-чуть было. Думаю, это 100% будет много за раз. Поэтому я два. Вот тут у нас фарша есть и все. Вот такие, короче, дела. Посылка пришла. Любимый. Сейчас будет устанавливать. В общем, мы сняли вот это. Блатной. И Алекс. Все-таки мы с Алексом решили такую купить. Такую, как палка. Которая спускается шторкой. И все будет идеально. Посмотрите на этого помощника. Наденька, ты такой молодец. В общем, карандаши. Все тут он рисует. Все. Мужчины делают свое. Я делаю свое. Гениально. И обезьяна стоит, да? Ты попить хочешь? Уже масло расплавило. Смотрите, 1 четвертая. Совсем как чуть-чуть. Так. Маслице. Сейчас это я все вмешаю. И будет печенье вкусненькое. И вот. Красоту Алекс сделал. Мастер. Все. Вот прям здесь. Предел. А то перед этим вообще было вот так. Раз, два, три. Наденька подходит такой. Пух. Срывает. А сейчас так красиво. А ну покажи, как оно убирается. Наденька, смотри, папа сделал. Оу. Так раз и ушла шторка наверх. Класс. И все идеально. Ничего не видно. Молодец. Класс. Это очень круто. Сыночка, тебе так больше нравится? Да. И мне нравится. Так вот, в общем, я уже их поставила в холодильник. Потому что они такие были липучие. И здесь написано, что если они липкие, то нужно поставить в холодильник на минут 15. И потом... А, roll balls in sugar. Можно в сахаре было их покатать. Короче, инструкцию я не прочитала. Я прочитала в холодильник, сдать этот холодильник. И выпекать 8-10 минут, чтобы краешки уже были такие жесткие. Но не перебейк. Not overbake. В общем, я в сахаре не буду. Любимая, я не буду в сахаре. Или ты хочешь в сахаре, чтобы я печеньки сделала? Я не знаю. Ну, в общем, сделаем без сахара. Они потом так расползутся. Вот. Все, буду ставить. Все, достало. Вы только посмотрите, какие красивые cookies. Они пока мягкие. Но они, когда подсохнут, они будут жестче. Какие красивенные. А стоит запах такой, потому что это имбирь. И я тут и мясо жарю уже сделала для налистников. Заготовку сейчас сделаю. Сразу и тесто для налистников. И буду с творогом делать, если останутся. В общем, оно все смешалось. И Алекс говорит, как будто в индийском ресторане. Ну, так же пахнет. Он такой приходит, а что ты вообще делаешь? Я говорю, налистники делаю с тем-то, с тем-то, с тем-то печеньки. Он такой, вау. Так, в общем, вот я делаю уже. У нас просто молока много. Алекс купил аж 2 галлона. И нужно до 30 января их, ну, тратить. Выпить. А мы так много молока не пьем. Поэтому, я думаю, сделаю налистники. У меня есть вот, вот здесь у меня вот, с Украины, которые я пробовала. Это налистники. Это молоко 300 грамм, 2 яйца, мука, сахар 1 столовая ложка. А, соль, подсолнечное масло, уксус, сода. Погасить. Все. Я буду делать 3 нормы, 3, ну да, 3 партии. На одну партию выходит 10 налистников. У меня, получается, 30 выйдет. И здесь моя ляля. Так что вот, сейчас я добавила молоко, яйца. Сейчас я венчиком смешаю, потом уже мука. И пошло-поехало. В общем, готовлю. Ой, какая смотри, вот так мы сейчас будем ужинать. Вкусненько картошка тушеная с огурчиками. Да, Наденька? Будем сейчас молиться и кушать. Наденька уже порисовал себя и ручки ручкой обрисовал. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй. Все, уже жарится. У нас еще тесто. Я уже столько нажарила. Уже перемолола. Половину перемолола фарша. И половину смешала. Просто, чтобы было как кусочками. Очень-очень вкусно. Сейчас буду так нагладывать. И скручивать. И все в холодильничек ставить. Ммм, якобы до смочеча. Ммм. 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 И вон какие на листочке вот будет. С мясом. Ммм. Слезы векают друг дружку. И мне дают музыку. Чтобы мне тоже было интересно. Ой, какие гарни просто. Видим. Так, я уже 18 налистников сделала с мясом. Эти я делаю с творогом. Еще вот осталось. Уже достала творог, сметану. Сейчас буду с этим, короче, с ванилином все мешать. И буду смочечь. Алекс пришел. Ну, я к прогрессу. Короче, сейчас будем брать пробу. Давай, бери вот этот трошки. Он наш. Трошки-то маленькая дырочка есть. Ну-ка, сейчас будем смотреть. Алекс, реакция. Не сухо? Смачно? Идеально. Ай, как красиво. Смачно? Смачно? Угу. Угу. Все, наготовила. 18 налистников с мясом. Здесь я даже не знаю, сколько здесь. Ну, примерно так же, да? 4, 8, 16, 17 налистников с творогом. Это прям творог со сметаной. И еще экстра. Вот я приготовила. Уже нет ни начинки, ничего. Просто будет нейтрально. Алекс бегает там с надынилом. Укладывает его спать. А он бегает. Показывает. В общем, отвлечемся от этого. Пока! Как он кричит. В общем. Ох, как все вкусно. В общем, сегодня меня просто накрыло. То, что я, во-первых, уже второй день вподряд я сплю днем. И сейчас у меня просто так много сил. Я готовлю, готовлю. Своей подружке скинула. Она говорит, ты чего собралась рожать завтра? Так много сил у тебя. И столько много готовишь. Да, я не знаю, откуда у меня силы. Но, может быть, я и не завтра буду рожать. И не послезавтра. Но, в любом случае, еда нам нужна. Картошка с мясом тушеная. Это дуже-дуже смачно. Дуже-дуже вкусно. Мы съели вот такую гору. Я еще потом съела. И еще пошла за добавкой. Ну, очень вкусно. Все. Наконец-то день закончился. 9 часов. Будем спать, ложиться. Спасибо большое, что вы сегодня были со мной, с нами, с нашей семьей. Увидимся в следующем видео. Пока. Спасибо за все комментарии, за то, что вы пишете, ободряете, поддерживаете. И ждете встречи с нашим сыночком вторым. Мы тоже очень-очень сильно ждем. И очень интересно узнать, какой он... Вообще, какой он. Сегодня понедельник. 40 недель. Если что. Вот такой. Пока.